Мор ММР и 1ХБет объединяются, чтобы вызвать тебя на поединок за одну тысячу долларов и за крутые девайсы от Гипер-Х и кресла от Верта-Гир. Срази наш искусственный интеллект, предскажи результаты самых горячих битв Куала-Лумпурского мажора и распотроши призовой фонд в одну тысячу долларов. Делай крутые прогнозы и 1ХБет удвоит твой депозит. И не забывай о том, что Мор ММР – самый крутой обучающий сайт по Дота 2. Привет, друзья! Сегодня у нас седьмой выпуск «Зачем на самом деле нужен?». В этой рубрике я рассказываю о конкретном предмете, объясняю, зачем он нужен в игре и когда он незаменим. Айтемы для выпуска выбираются путем голосования в группе, ссылка на нее есть в описании. Сегодня, кстати, я не делал голосования и сам выбрал предмет для ролика, но я уверен, он бы и так победил в голосовании. В общем, речь пойдет о лотаре. Начнем! Айтем довольно необычный, ведь покупаем мы его не ради каких-то статов, а только ради инвиза. Если сравнивать ШБ с молниями или саблей за те же деньги, то статов он дает, конечно же, меньше. Так что все дело именно в активке. Поговорим о ней. На 14 секунд наш герой становится невидимым. Невидимость работает во время передвижения, а если использовать атаку или способность, то она пропадет. Кстати, передвижение в инвизе ускорено на 20%, а первая атака нанесет на 185 урона больше. Когда же это может быть нам полезно? Многие скажут, для выживания. Нажал кнопку и стал бессмертным. В какой-то мере это так. Но в доте полно способов спалить инвиз, если захотеть. Дастый гем или даже сентри. Если знать, где находится невидимый враг, все это обеспечит его поимку. Значит, любой грамотный игрок воспользуется антиинвизом и лотар не сработает. Так что тратить почти 3000 золота на ненадежный способ выживания, это плохая идея. Давайте взглянем на невидимость немного под другим углом. Мы обычный герой. Ну скажем, Луна. Наша задача фармить. Для победы Луне нужна хотя бы манта и БКБ после начальных айтемов. Против нас играет Террор Блейд. Ему нужны те же самые айтемы, чтобы выиграть. Кто быстрее их соберет, тот и победит. И пока Луна с Террор Блейдом фармят, команды не решаются что-либо делать. В общем, пассивная игра. В нашем распоряжении весь лес и линии. Саппорты расставили варды, и от нас требуется просто перефармить Террор Блейда. В целом, задача нетрудная. Но. Представим, что против нас играет еще, скажем, Легионка. Из-за Блэдмейла она убивает нас за дуэль, и ничего с этим не поделаешь. Благо, наши саппорты поставили вижен, и можно будет легко заметить Легионку на варде, пока она бежит нас убивать. Так что можно дальше спокойно фармить и не переживать. Просто, если не видим ее на миникарте, стараемся быть ближе к вардам. А теперь представим, что у Легионки есть лотар. В таком случае наше положение сразу меняется. Просто быть на вардах уже не вариант, ведь Легионка в любой момент может быть под нами в инвизе. Она может быть где угодно. Конечно, есть сентри, но чтобы заставить весь лес с сентрями, саппортом нужно будет 2-3 тысячи голды, и то это только на 6 минут. В итоге ситуация поворачивается следующим образом. Либо мы продолжаем фармить весь лес и находимся в постоянном риске умрет за дуэль с инвиза, либо наши саппорты тратят все деньги на сентри, либо мы стараемся не отбегать далеко от команды, чтобы в случае чего они нас спасли. В первом варианте мы пару раз умрем и проиграем игру из-за этого. Во втором нашим саппортам скорее всего не хватит денег, ну или они останутся с одним ботинком до конца игры. А в третьем мы начинаем медленнее фармить. Напомню, что против нас играет Террор Блейд, и у него таких проблем нет. Он спокойно дофармит шмотки и вынесет нам трон, пока мы пытаемся не умереть от легионки. В целом мы могли даже ни разу не верить за дуэль с инвиза, просто из-за лотару противника игра стала намного сложнее. Из этой ситуации сделаем вывод. Лотар дает нашему герою одно классное качество. Для противника мы можем быть везде. И обсервер варды от этого не спасают. А значит, либо враг будет умирать, либо он будет недофармливать и тратить деньги на сентре. Это и есть главное назначение штоу Блейда. Контрить вижен противника. Плюс ко всему, инвиз дает возможность подобраться к противнику вплотную, и нажать нужные скиллы для убийства. Но это легко контриться с сентрой под ногами. И подбираться к противнику на блинке намного надежнее. Так что главная задача инвиза — обойти варды и подобраться на дистанцию блинка. Это рушит главный миф о том, что Лотар заменяет блинк. И наоборот. Но об этом чуть позже. В каких же ситуациях мы хотим воспользоваться всем этим? Для начала наш герой должен обладать способностями, которые гарантированно убьют врага, если к нему подобраться. Ну скажем, дуэль легионки или купол Войда, ну или прокаст Лины. Затем самое главное. Нам нужно место. Помните этот пример с лунной террорблейдом? Главная его суть в том, что игра была пассивной. Тогда каждая команда фармит на своей половине. Если вдруг одна или другая сторона начинает давить, то места становится меньше. Если давят наша команда, то противники зажимаются под вышками, и подбираться к ним в инвизе становится невозможно. Тем более с меньшей территории им нужно будет меньше сентри. Если же давят нас, то выходить становится опасно. Тем более в таких играх часто нужны будут предметы на драку, ну скажем, как БКБ. Так что Лотар это предмет сугубо для пассивных игр. Если вдруг одна или другая сторона начинает доминировать, то ценность инвиза резко упадет. В общем, в первую очередь проанализируйте героев. Столько нужно айтемов в вашей команде? Если хотя бы 5-7 минут не будет драк, то инвиз уже себя окупит. Так что часто мы покупаем Лотар против пассивных керри, которые много фармят и легко умирают. Ну допустим, как антимаг или луна. И да, важно понимать, что в открытых драках Лотар почти ничего не дает. Любой нормальный саппорт сразу же тетницентры под ноги, и инвиз просто вас убьет. Единственное хорошее боевое качество Лотара, это возможность занять нужную позицию. Представим, мы играем на снайпере, типичной раньше керри. Выживает только благодаря позиции. Как только до него добирается противник, снайпер сразу же умирает. И любой грамотный игрок будет ждать появления снайпера в драке, чтобы на него прыгнуть и убить. Лотар позволяет таким героям, как снайпер, выбрать нужную позицию и момент в драке, когда опасные противники уже начали фоксить кого-то другого. Плюс ко всему, если до снайпера добираются, он может нажать Лотар и выиграть хотя бы пару секунд, пока противники нажмут дасты. Часто этого хватает, чтобы отбежать. Тем более, иногда в драке дастов нет, или не в кулдауне, или враг просто в спешке забывает о них. То же самое работает и с другими рейндж-керри, не имеющими способов выживать. Если у врага много мобильных героев, Лотар может дать шанс не умирать. Подведем итог. В первую очередь, инвиз нам нужен для стратегического преимущества. Он не позволяет противнику чувствовать себя в безопасности, даже при наличии вижена. Поэтому при игре на героях с возможностью убивать, в пассивных играх Лотар даст нам много убийств. Либо заставит противника играть осторожно и не дофармливать. Также Лотар можно собирать для драк на рейндж-вых керри. Им он позволяет занимать нужную позицию, ну или выигрывать лишние секунды в случае прямого контакта с врагом. И да, не стоит покупать Лотар для выживаемости. Любой грамотный противник будет носить с собой пару достов. Плюс, если в вашей команде уже много инвизов, Лотар лучше не брать, ведь иначе ценность антиинвиза для противника сильно вырастет. Помните, что после пары убийств, грамотный противник постарается убить вас на очередной вылазке. Так что, чем дольше у вас Лотар, тем больше шанс того, что у врагов вся карта в сентрях. В лейте лучше татайтом заменить, ведь скорее всего вы уже никого не убьете. Давайте посмотрим, кому часто покупают Лотар по датабафу. Шейкер, МК, Сварк, Легионка, СФ, Лина, Войт, Тинни, Бара и Акс имеют возможность легко убивать. Им главное добраться до противника. Снайперы Тракса покупают инвиз для занятия позиции. Кунка — единственный герой, который покупает Лотар ради дополнительного урона, ведь 175 дэмэджа с удара идут с Тайбрингер. А вот с троллем я не согласен. Многие покупают Лотар, чтобы бегать и убивать героев, наподобие Сларка. Но я считаю, что 2800 золота тролль может просто потратить на БКБ и выиграть игру. Он не тот герой, которому нужно убивать. Ему легче взять Аегис и просто спушить с командой. Теперь пару слов о Сильвере. Доплатив 2700 золота, мы улучшаем Лотар и получаем возможность отрубать пассивки. 2700 золота — это очень много, и я часто не одобряю покупку Сильвера. Есть всего несколько героев, против которых он реально нужен, а именно Бристлбэк, Фантомка, Хускар и Абадон. Их пассивки дают слишком много выживаемости. Против других героев тратить 3к голды на Сильвер я не советую, но не считая всяких необычных случаев, как допустим Сильвер против интимага с Аганимом. Также Сильвер можно купить, если наступил лейт, а противники на совсем никак не контрят ваш инвиз и не покупают детекшн. Тогда Лотар можно и не продавать, и просто получить чуть больше статов в виде Сильвера. Теперь о конкуренции. Ее у Лотара нет, ведь айтем уникальный и не имеет аналогов. Многие думают, что блинк — это замена инвизу, а инвиз блинку. Но, как я уже говорил ранее, это не так. Цель блинка — подобраться к противнику вплотную и нажать кнопки быстрее, чем он среагирует. Это надежно. А цель Лотара — обойти ворды противника и подобраться на рейндж блинка. Лотар — это многоразовые смоки. Поэтому не бойтесь покупать и блинк, и Лотар, скажем, на Легионку или Шейкера, ну или Акса. Вообще, подробнее о блинке вы узнаете на канале Изи25. Там уже есть ролик в подобном формате, его вы найдете по ссылке в описании. Ну, а на этом выпуск подходит к концу. В своей группе я уже запустил голосование за следующий предмет — принимайте участие. Если ролик был для вас полезен, то смело жмите лайк и подписку на канал. Тут полезных роликов будет еще куча. А на сегодня я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok